Ребятки, hello! Всем здрасте! Меня зовут Марина Лисковец. Продолжаем с вами готовиться к ЕГЭ по английскому языку. Осталось совсем немного, всего лишь около 20 дней, кажется, потому что 10-14 числа мы с вами сдаем, сдаем уже экзамен. Сегодня расскажу вам полезную информацию о разделе чтения, как наиболее эффективно выполнить задание, где необходимо соединить заголовки с текстами. Даны 8 заголовков и 7 текстов. Один из заголовков является лишним. В данном задании проверяется ваше умение понять общий смысл текста. Итак, как же мы с вами будем действовать? Первый совет на сегодня — это не стоит сразу начинать читать тексты для экономии времени, что немаловажно. Необходимо прочитать внимательно все заголовки и понять смысл каждого из них. То есть попытаться понять, что к чему относятся, и понять, какие темы затрагиваются в одном, втором, третьем и последующих заголовках. Далее вы последовательно читаете по одному тексту и подбираете каждому ваши заголовки. Итак, господа, разберемся с вами на примере. Начинаем с вами с первого текста, читаем его и определяем общую тему текста. О чем здесь мы говорим? О компьютерах, либо о машинах, о деньгах, об учебе. О чем этот текст? И далее мы рассматриваем заголовки и выбираем те из них, которые схожи по теме с данным текстом. Давайте все с вами решим на примере. Смотрите, например, у нас есть следующие заголовки. First computers, risky sport, shopping in comfort, difficult task, professional sport, shopping from home, new users, digging for the past. Далее читаем текст. A group of university students from Brazil have been given the job of discovering and locating all of the waterfalls in their country. It is not easy because very often the maps are not detailed. The students have to remain in water for long periods of time. Every day they cover a distance of 35 to 40 kilometers through the jungle, each carrying 40 kilos of equipment. В данном случае речь не идет ни о компьютерах, ни о покупках, как мы можем посмотреть на предыдущем слайде, исходя из тех заголовков, которые мы видим. В данном случае мы выбираем два варианта. D – the difficult task, либо H – digging for the past. Далее, для того, чтобы понять, какой именно заголовок относится к данному тексту, мы ищем синонимы слов, которые находятся в заголовке и согласуем с текстом. В тексте мы можем видеть предложение. It is not easy because very often the maps are not detailed. Not easy – мы можем перефразировать как difficult. Да, сложное, сложное задание. Соответственно, правильная буква D – difficult task. Теперь мы можем вычеркнуть букву, которую мы уже использовали, и занести правильный вариант ответа в таблицу. Обязательно не забывайте пользоваться тем, что можно делать любые пометки на листе, и максимально облегчайте себе задачу, потому что очень сложно держать все в уме, и поэтому максимально делайте какие-то заметки. То же самое проделываем с каждым следующим текстом. Если вам попался какой-то совершенно непонятный текст, то отложите его и перейдите к следующему. Если же ни один из текстов вам не показался вообще понятным, и вы не понимаете, как согласовать хоть один текст с каким-то заголовком, то просто не паникуйте. Не нужно, ребят, концентрироваться на том, что вы не знаете. Перейдите к следующему заданию и начните с него. В этом нет ничего страшного. Главное, не теряйте времени на раздумья и на концентрацию над непонятным вам заданием и словами. Если вам совсем ничего не понятно, то единственный выход, конечно же, это поставить все наугад. И обязательно не забудьте перенести ваши ответы в бланк ответов. И кроме того, обратите внимание, что вы не использовали одну и ту же букву дважды. Если же все вам понятно и вы полностью распределили текст с заголовками, то обязательно, опять же, проверьте вот этот последний заголовок, который вы никуда не поставили, восьмой. И еще раз пройдитесь по текстам быстренько, удостоверьтесь, что он ни к чему не подходит. В целом, это все, что я хотела рассказать в этом видео про это задание. Надеюсь, мои советы оказались вам полезными. И подписывайтесь, конечно же, на канал, если вы хороший человек, если вы готовитесь к ЕГЭ. Делитесь этим видео с вашими товарищами. Возможно, они тоже готовятся к ЕГЭ и им также нужна помощь. Спасибо вам большое за просмотр. See ya! Субтитры сделал DimaTorzok